Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Ярмарка здоровья проводится в Благовещенске уже десятый раз подряд. 7 апреля, в частности, подводили итоги этой ярмарки в общественно-культурном центре. Поэтому у нас сегодня есть возможность познакомиться с результатами этой непростой волонтерской работы. У нас в гостях Александр Зверев, председатель студенческого центра медицинской академии. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Александр, ну, десятый год, все-таки, наверное, это как-то вот юбилей всегда накладывает какой-то отпечаток. Вот каким был этот десятый год ярмарки здоровья? Ну, нужно сказать, что несмотря на такое долгосрочное время, на такой долгосрочный проект, ярмарка здоровья остается верна своим традициям, которые были заложены у истоков написания этого проекта. Поэтому кардинально проект не изменился. Изменились люди, которые вступают в этот проект, которые его продвигают в массы. Поэтому 7 апреля на базе общественно-культурного центра мы встретились с теми людьми, которые стояли у истоков написания этого проекта, познакомили молодежь, которая сейчас вовлечена в этот проект. Настроение было, конечно, радостное у всех, потому что были подведены итоги. Итоги неплохие, 10-летний срок, это довольно-таки солидный срок. Были отмечены результаты, благодарственные письма, и все волонтеры получили благодарственные письма от администрации города Благовещенска. Ярмарка здоровья, она проводится силами студентов медицинской академии? Вообще, в целом можно назвать, что это проект социального сотрудничества. Почему? Потому что он объединил в своем начале множество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Благовещенска и Амурской области. Это и общественная палата Амурской области, администрация города Благовещенска, и управление образованием, Министерство физической культуры, спорта и делам молодежи, некоммерческий сектор, управление, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Поэтому, безусловно, сказать, что только одна медакадемия участвует в этом проекте, это было бы сказать несправедливо. Но все равно задачи, какие у студентов медицинской академии? Во-первых, нужно сказать, что при написании этого проекта была впервые применена методика равный равному, когда в аудиторию к школьникам приходит равный человек, назовем его в кавычках. Это не учитель, это студент старших курсов медицинской академии. И это дало свои результаты. Почему? Потому что концепция этого проекта, как я сказала, она не поменялась. То есть методика равный равному позволяет убрать барьеры между учителем и слушателем. То есть приходит равный человек, который позволяет задать вопросы. Школьники задают нескромные вопросы, так называемые в кавычках. И эта методика действительно действует. А для студентов медакадемии это большой плюс, потому что в рамках постижения своей медицинской специальности они готовят различный материал и готовят себя как специалиста. То есть тренируют себя выступать перед публикой. Где-то подтягивают свои знания в тех или иных областях, потому что выступать перед публикой — это довольно-таки ответственно. Тем более, когда это школьники, которые могут задать нескромные вопросы. Вот действительно, Александр, вот в этом самая сложность-то большая, что ты не знаешь, к чему готовиться. Ну приблизительно можешь как-то обрисовать круг вопросов, но не знаешь, с чем столкнешься. Всегда ли удается студентам выходить в честь из любой самой непростой ситуации? Безусловно, потому что за этим стоит большая работа. Студенты проходят волонтерскую школу, это неоднократно. Да, различные сборы, это различные тренинги. В том числе и психологический компонент в этих тренингах. Как можно выкрутиться, не зная ответ на этот вопрос? Не зря, да, вопросы, они действительно бывают очень курьезные. Помните самые, наверное, курьезные, которые вам приходилось. Можно я не буду их озвучивать, потому что я как лектор выступал в вопросах по пропаганде именно здоровья в сфере инфекций, передаваемых половым культурам, полового здоровья. Непростая тема. Да, непростая тема. Поэтому вопросы, конечно, серьезные. Ну вот действительно, вы понимаете, когда слушаете эти вопросы, дети вообще об этом что-то знают? Или же это вот такие мифы-мифы, которые приходится развеивать? Вот изначально, когда мы стояли у истоков создания этого проекта, может быть, информационное поле, оно было сужено. Почему? Потому что не было столь обширной информации в сети интернет. Да и интернета в то время не было. Все черпали информацию из учебников, каких-либо там журналов. Сейчас информации переполнены наши слушатели. Но порой даже слишком, чересчур. И от севта дети не умеют слушать. И от этого, да, мы их обезопасили. Почему? Потому что в рамках ярмарки здоровья сейчас существует направление, оно связанное с пропагандой вот этих различных рекламных ходов. Потому что чересчур очень много рекламы, которая пропагандирует не столь нужное направление. Тем самым теряется доминанта на ведение здорового образа жизни. Поэтому в рамках информационной безопасности подрастающего поколения был запланирован целый цикл лекториев. Вообще, ярмарка здоровья, да? Ну, что такое ярмарка в нашем представлении? Это вот что-то такое, где много людей, да, какая-то бурлящая жизнь. А у вас как? Ну, вот вы сейчас говорите, вопрос-ответ, да? Это все-таки какие-то лекции. То есть это уже совершенно другой формат. Или как-то это все-таки совмещается? На самом деле все боятся, что ярмарка здоровья — это сухая трактовка каких-либо лекций. На самом деле это действительно гуляние, можно назвать, по большинстве всего значения этого слова. Потому что мы приходим в школу, школа организует утреннюю гимнастику для всего коллектива. Да, у нас был большой опыт, когда это проходило под открытым воздухом. Затем по типу вертушки, да, дети расходятся по лекциям. Лекции проходят не сжато. То есть это интерактивные формы преподавания, это взаимодействия, игровые формы. Точно так же на различных этапах это антропометрия, которую запустил в этом году Центр профилактики. То есть школьник уже детально узнает свои компоненты здоровья, качественно оценивает свой потенциал организма. Поэтому все предусмотрено в интерактивной форме. И скучать, поверьте мне, там не приходится. Потому что по итогам каждой ярмарки здоровья обратная связь, да, своего рода рефлексия. И мы слушаем отзывы школьников и всегда узнаем то, что это действительно им понравилось, это им интересно и по типу опросников всегда только положительные отзывы. Александр, как часто удается вообще бывать, ну как часто удается ярмарку здоровья проводить в отдельных заведениях? Ну сейчас все регламентировано постановлением администрации города Благовещенской. Мы стремимся к тому, чтобы хотя бы раз в месяц проходила ярмарка здоровья. Но, к сожалению, да, раньше ярмарки здоровья проходили чаще. У нас было больше возможности выезжать в районы. Сейчас мы пока ограничены городом Благовещенском. Конечно, это нам не очень приятно, нам хочется выезжать, но ограничены финансово. Поэтому сейчас мы пробуем свои силы с волонтерской группой, с ребятами по написанию различных грантов. И один из успешных грантов, который мы выигрывали позапрошлом году на 75 тысяч рублей, он позволил нам выехать комплексно в город Зею и провести крупномасштабное мероприятие, которое охватило школьников, слушателей различных курсов, в том числе и средних учебных заведений. Александр, вот слушая вас, понимаю, что действительно такие мероприятия, они настолько необходимы, потому что, к сожалению, и в семье не часто рассказывают детям, и врачи об этом не говорят зачастую, да, о тех мерах профилактики, которые необходимо знать абсолютно каждому. Вы тоже чувствуете эту потребность? Ну, эта потребность видна. Почему? Потому что всегда для родителей мы дороги. И каждая мама думает, ну, возможно, мой ребенок слишком еще юн, и мы об этом с ним не будем говорить. А когда мы приходим на лекцию и в формате вопрос-ответ, мы узнаем, что дети знают уже больше, чем мы в некоторых вопросах хотели бы, чтобы они знали на этом уровне. Поэтому здесь, безусловно, эта работа, она очень полезна. Ну да. Какие еще мероприятия проводятся силами волонтеров из Медицинской Академии? Потому что я знаю, что ты не единственный. На самом деле, да, в Медицинской Академии представлено четыре центра волонтерской деятельности. Один из них — это волонтерский отряд «Седьмой лепесток», который занимается по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Затем это пропаганда безвозмездного донорства крови. В этом году мы вошли в Ассоциацию волонтерских центров России, представляем, организовали штабы, представляем направление волонтеры-медики. Это по адресной помощи пациентам, находящимся на длительном лечении. И таких направлений можно перечислять. И вот, пользуясь случаем, хотел бы передать привет нашим ребятам и огромные слова благодарности с тем волонтерам, которые выполняют эту работу. Много ли их в Медицинской Академии? Не могу не спросить на последний раз. Медакадемия на самом деле невелика по своему составу, но порядка 380 волонтеров — это на постоянной основе. То есть это волонтер, который раз в месяц участвует в мероприятии. А если взять за показатель, хоть раз бы участвовал в каком мероприятии, то цифра, конечно, возрастает. — Александр, спасибо вам большое, что пришли и рассказали, потому что действительно лишний раз мы убедились в том, что врач — это профессия такая отдающая. И вот здесь студенты, когда они так отдают, когда они готовы это делать с огромной любовью к людям, это дорогого стоит. Спасибо вам. — Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Александр Зверев, председатель студенческого центра Медицинской Академии. Вы смотрели «В центре». Внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова